Прошло два месяца, мне солить на эту проволоку Как она там называется? Проволока или малюрованная Как-то так. 0,25, здесь 0,2 Здесь было 200 витков. Сделаю там 190 витков Буду наматывать вот сюда. Это чуть больше. По размерам все достаточно. Наматываем, потом будем смотреть дальше, как будет потом. Делаем. Ну, как-то так, друзья. Вот одно я намотал. Как-то так получилось. Для вот этой бумажки использую вот такую вот. Не знаю, что это. Она с такой вот внутри. Ткань, вверху бумажка. Была. Просто была. Так, ну где-то вот полчаса усну на вот эту всю историю. В общем, давайте мотаем дальше. В общем, прошло еще немножко времени. Значит, намотал я их две. Достал вот такой вот мак у меня на поставке из паркета. Пойдет. Значит, самое главное, вот здесь вот вы должны просмотреть. И не должно быть торчащих частей никаких. Вот видно, там бумажка торчит. Я сейчас уберу вот это вот. И все. Значит, что дальше. Положили вот так. Я тут крышку положил. Вот такой шприц взяли. Можно старый. Открыли лак. Заболтали его. Открыли. Прокапываем. Вот таким вот образом. Прям в него. Прям туда. И чтоб он вовнутрь зашел. То бишь, я вот так вот его переворачиваю. Ставлю. И то же самое делаю. Прокапываю. Ну, в общем, как-то так. Ничего тут такого сверхъестественного нет, народ. Просто одеваете перчатки и делаете это дело. Да, обычным вот пакетом лаком. Ничего как бы такого тут нет. Так делаются все торчушки. Абсолютно. Вот так. Вот чуть-чуть сделали. Ладно, я продолжу уже не на камеру. С тем результатом поделимся. От тебя что хочу добавить? Если у вас есть часа два времени под рукой проволока и лак быстро сохнущий, пожалуйста, делайте, перематывайте сами. Ничего в этом такого нет. Но если это все как я буду заказывать, то придется ждать долго. Но я рад. Болгарка отремонтирована, работает. Не знаю, что я там сэкономил на самом деле. Потому что болгарку я покупал вот тысячу рублей. В общем, она мне служила два года. Но вот навернулась. Ну, ты знаете, это как религия какая-то. Моя личная. То есть мне выкидывать вещь, которую ты знаешь, где она сломалась и знаешь, что имеешь право починить. И можешь это сделать. То есть я обязательно ее починю. Ну, такая вот, такое мое собственное, личное. У каждого, конечно же, оно по-своему. Кому-то нафиг не надо. Кто-то просто из-за того, что вещь постарела, даже если она работает. Есть такие люди, которые их берут и выкидывают. Просто устаревшие материалы, ну и так далее. То есть я себе в любом случае куплю, конечно же, болгарку беспроводную. Хочу на аккумуляторе. Но эту болгарку я починил и оставлю, конечно же, для того, чтобы она просто в хозяйстве была. А то, что я ее отремонтировал, я очень рад. Все. Всем спасибо. Удачи в ремонтах. Пока. Вот такой был обзор. Подписывайтесь на канал. Ну, все ссылки в описании. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Пока. Пока. Продолжение следует...